Друзья мои, для тех, кто сомневается, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85 и пятнашка зависла на озонбанке, который пока заблокировал мою карту. Данное видео, друзья, адресовано для тех, кто сомневается в нецелевом использовании бюджета. Это не так, но я, конечно же, купил медовухи, там пару бутылок масок, купил себе пиво, но в основном мы накупили всяких печенюшек. И сельское хозяйство у нас на первом плане, наши любимые коровушки, козочки, свинюшки, короличушки и куряшки на первом плане. Все это не потому, что мне надо отчитаться перед донатерами, а только потому, что я люблю животных. Можно было давным-давно от них избавиться и жить там, не знаю, кататься как сыр в масле, припеваючи просто на ваши донаты. Можно было просто жить и не тужить. Но для меня работа это покаянный труд. И без этого труда, без постоянной занятости я могу упасть в самые нищие. И ни при каких других обстоятельствах я не стал бы столько работать, сколько я работаю из любви к своим животным. Я каждого из них, каждого из них знаю в глаза, биджи. На зимний период нам нужно купить сено на 100 тысяч и 50 тысяч иметь на зерно. Не обязательно ее единократно выплачивать. Можно каждый месяц на 5 тысяч брать посыпку. Ну и Макс тоже не пустое место. Может быть он захочет завтра уехать домой. Мне надо снарядить его и рассчитаться с ним, расплатиться. Молочку мы отправляем. Вчера мы сделали 20 килограмм творога. Вот там остаточки какие-то висят. Завтра сделаем еще 20. Мы отправляем масло, молоко, сметану, сыр. Но не яйца. Яйца отдаем соседям. В запой никто тут не уйдет. Никаких запрещенных веществ тут априори быть не может. Сейчас самый напряженный период. Надо допасти август-сентябрь скотину всех покрыть. Устроить им зимовье. И чтобы все были накормлены, сыты и обутые. Я никогда без вас не смог бы вот эту проблему решить. Эту дилемму. То есть денег с продажи молочки где-то 30%. Остальные 70% ваши донаты. И не целевое использование просто исключено. Продолжение следует...